Ребят, всем привет! И сегодня обзор нового хоррора! Ханна в игре! Итак, про что же фильм Ханна в игре? Ну я думаю из названия все прекрасно понятно, что в центре сюжета будет девушка Ханна и не просто девушка, а девушка геймер. И довольно таки успешный, потому что ей компании, производящие игры, будут присылать игрушки на пробу. Ну, до официального выхода, чтобы она в них поиграла, потестила, нашла какие-то баги. Но в досье Ханны, я бы даже сказал, в психическом досье, есть один небольшой пунктик. Девушка страдает агорафобией. Что такое агорафобия? Она боится открытых пространств. И поэтому она все время проводит в квартире. Кто там? Да, абсолютно все время проводит в квартире. Она никуда не выходит за пределы своих четырех стен. Живет за семью с замками. Да, можно в буквальном смысле. Вы спросите, а как она, не знаю, там, продукты, да, вот это, кто ей приносит. Или что-то, какие-то еще дела делает. У нее есть подружка, которая живет в этом же многоквартирном доме, но в этажом выше. Но она к ней приходит в гости, приносит продукты, готовит. И девушки весело проводят время вместе. Беседуют, общаются и развлекаются. Вот. Но однажды к Ханне приходит посылка с новой игрой. Что это за игра? Это игра довольно-таки странная. Напоминает немножко ободок для волос даже. Вот. Но при близком рассмотрении становится понятно, что когда ты надеваешь этот ободок для волос и проводишь калибровку, ну, калибровку это индивидуальное подстраивание под себя, то игра обещает читать твои мысли. И вот тут начинается самое интересное. Кто будет дальше двигать сюжет и, можно сказать, проживать жизнь в этом фильме? Ханна или вот эта вот игрушка? То есть, будет ли отвечать Ханна за свои действия? Плюс у девушки психическое расстройство. Вопрос. Узнаете, если посмотрите фильм. Ты использовал ее, чтобы проникнуть ко мне в голову. А пока предлагаю обсудить быстренько плюсы и минусы фильма. Плюсы фильма. В принципе, вот сейчас скажу несколько плюсов. Это хороший сеттинг, потому что сеттинг это главная локация в фильме. Мне очень нравится квартира геймера. В ней есть какая-то душа, а не то, что современные ремонты. Приятно смотреть. Хорошая игра девушек-актрис. Ханну играет Саша Луз, а ее подружку Джен играет Алексис Рен. Да, у Ханны немножко подвешивает своей истерикой. Часто случаются истерики, она немножко этим подвешивает. Но, в принципе, учитывая ее состояние... Ладно, простительно. Вот. Дальше, что я хочу сказать еще. Фильм в камерном стиле. То есть действие происходит, да. Практически все действие фильма будет в одном помещении. А именно, как вы поняли, в квартире Ханны. Ну и как это раз хоррор, то понятно, ради чего мы смотрим хорроры. Ради каких-то страшных моментов. Будут ли в фильме какие-то пугающие скримеры? Да, будут. Будут ли они страшные? Ну, местами да, местами нет. Основной сюжетный момент, это связан с новой вот этой игрой. И вот тут главная проблема начинается. В принципе, задумка неплохая. Да, вот игра, которая проникает в мозг девушки, начинает ей управлять и становится непонятно, где Ханна, где игра. Но, 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 в чем беда? А то, что начинается поток сознания. И ты уже смотришь, сам не понимаешь, что это, где это, где, как. Уже какой-то бред. Уже все, уже не знаешь, что просто на экране творится. Мне кажется, режиссер, типа, такой, видит сценарий нормально. Он даже, как бы, типа, ну, от себя еще пару добавил. Так, типа, я сейчас добавлю что-нибудь, все будет ок. Вот. То есть, чем вот этот фильм? Можно сказать, плохо немножко. Нет какой-то вот целостности картины. Нет структурированности. Есть вот такие вот маячки, вроде бы, нам разбрасывают, на которые обращают внимание, надо. Но они, во-первых, не раскрываются. Во-вторых, не очень интересно за этим всем, за этими маячками и, вот, так скажем, поворотами сюжета наблюдать. А в итоге, ну, приходит какой-то, ну, не знаю, какой-то финал, логичный, нелогичный, судите сами. Ну, в принципе, тут картины можно как угодно было сохранить. Вот, ладно, рассуждать я не буду, но смотреть ли вам фильм этот или нет. В принципе, вечерком посмотреть, попугаться можно. Но ждать каких-то свершений от сюжета, от происходящего на экране, чтобы, знаете, такое было, вау, я потом еще буду пересматривать этот шедевр. Ну, такого не будет. Обычный хоррор, который неплохую, как бы так, завязку берет, но дальнейшее развитие, конечно, подкачивает. Режиссер хотел добавить все сразу, а вышло все сразу и непонятно. Ну, вот, на этом все. Все, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok